Окей, нам нужна вертикальная позиция, вертикальная позиция листа, да, то вертикальная позиция, то есть вертикальная позиция, здесь у нас дюймовочка, ну может она благодарит мышку, или очень такая нежная работа, здесь будет самая главная проработка деталей и пропорции, пожалуйста возьмите карандаш, ластик всегда отдельный, помните, да, ластик отдельный, ластик отдельный. Итак, прежде чем мы начинаем любую работу, нам нужно заложить пропорции, конечно художник их видит сразу, но так как мы, ну как сказать, учимся, да, вы можете положить вот так вот руку и примерно, ну примерно, да, что вот здесь вот будет девочка, а вот здесь мышка, а может быть она будет выше, а может быть ниже, да, то есть мы должны примерно это спрогнозировать. Ну вот где-то вот здесь будет девочка сидеть на коленях, должно влезть место для крыльев, да, то есть у нее еще крылья здесь будут, мы пока не рисуем, мы пока используем руки, пока руки, да, используем, вот так девочка примерно под таким углом будет место здесь оставить. И вот здесь вот будет маленькая мышка, посмотрите, я положила руки, это очень важно увидеть, где подвигай, да, если сюда-сюда крылья не влезут, ну вот примерно так, да, место здесь для корзинки оставить. Вот примерно вот так вот, она у нас основной герой, и мы отмечаем позицию, где примерно будет наша девочка, да, примерно, примерно здесь вот будет девочка, а мышка будет примерно, ну, наверное, вот здесь вот, да, мышка примерно на одной линии с девочкой будет, примерно мышка вот здесь. то есть мы как бы размечаем работу что вот здесь они будут сидеть наши ангелочки вот здесь вот голова девочки закончится может быть даже ниже то есть мы можем поправить я вижу что мало места осталось для двери да то есть если бы я прикладывала примерно так то может быть чуть чуть пониже ее был голова была бы вот так вот то есть мы отмечаем поправляем размечаем позицию вот здесь у нас будет девочка так немножко а здесь будет мышка вот примерно так девочка и мышка мы смотрим где размещены предметы и герои это самая главная первая часть обратите внимание пропорции сколько у меня снизу место осталось да то есть можно даже их немножко побольше оставите место вот примерно так столько места здесь столько здесь то есть мы подвинем девочка будет вот так сидеть а мышка вот так то есть видно что они друг другу полукругом девочка и мышка это первый набросок того как они будут размещаться на листе мы на этом остановимся потому что я хочу быть уверена что вы это разместили пропорционально правильно снизу есть пространство справа есть слева есть пространство сверху достаточно большое пространство для двери и в целом они композиционно по центру чуть ниже но в центре композиции я на этом остановлюсь если сделали давайте посмотрим это не рисунок это только ось позвоночника одного героя ось позвоночника другого да где где он будет располагаться и если выполнили обязательно покажите давайте посмотрим и так секундочку значит чуть-чуть подальше дай катя и для аины по чуть посильнее дави немножко не вижу хорошо значит у анечки ан тебе нужно я не знаю тебя камера фокусируется и раз или у тебя background включен нужно выключить потому что у тебя background включен вот тогда а теперь теперь покажи потому что так давайте сейчас секундочку сани начнем и чуть-чуть подальше а не подальше чуть-чуть подальше чтобы я увидела пропорции всего листа то есть я хочу весь лист увидеть да еще чуть 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 подальше еще ткать а хорошо да так а они оставляй сейчас я дам скажу так лиза лиза чуть чуть посильнее для меня надави окей аина ближе к друг другу мышку девочка хорошо мышка чуть чуть ближе к друг другу анечка очень все хорошо обрати внимание что сверху у тебя не так много места как снизу для двери что ok it's ok знаешь это не сильно критично да в целом они у тебя по центру вот в целом по центру ну не не критично да это рауан 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 хорошо можно покрупнее можно покрупнее на чуть-чуть покрупнее то же самое лизонька то есть они будут крупнее когда оборот делаю сам сам размер девочки и мыши он будет крупнее у тебя аина хорошо аина хорошо если я нарисую голову девочки здесь сейчас вот я рисую круг и голову мыши да они одинаковые персонажи то вы можете увидеть какой примерно размер у нас какой примерно размер то есть примерно фигура вот так будет выглядеть по размеру немножко ниже будет голова вот так вот подбородок где-то будет и вот тут голова череп подбородок и голова это я вам показываю примерные размеры примерный так рауан чуть-чуть пониже рауан чуть-чуть пониже да хорошо отлично да замечательно и так примерно я просто отмечаю подбородок и мы сейчас будем отмечать вот эта голова это голова туловище туловище я точно также отмечаю треугольником посмотрите треугольника у нее будет шея и туловище треугольником туловище мы только схему делаем пока сильно не давим помните потому что нам надо стирать потом до шея и треугольником вы можете видеть что я несколько раз провожу линии чтобы найти правильную позицию потом можно лишнее подтереть я лишнее подотру и вы увидите сейчас финальный вариант это как бы череп у нас здесь где-то примерно здесь подбородок примерно здесь шея здесь треугольник это тело будет здесь будут ножки у нас тоже похоже на треугольник мы все рисуем фигурами я знаю что мы пока не проходили тело мы не проходили но пока мы рисуем все фигурами и вот здесь вот будут столбики это будут ножки здесь будут ножки тоже фиг все фигурками все фигурками проходим чтобы потом что-то из этого получилось нам нужно хотя бы пропорции правильно что значит правильные пропорции это значит шея размер размер вот вот туловище да размер ног длина ног мы должны это сопоставить если мы это все красиво нарисуем а потом что-то не срастется например ноги слишком длинные или короткие жалко это стирать будет поэтому мы рисуем только фигуры пока только фигуры только фигуры больше ничего только фигуры вот у меня круг здесь будет подбородок у нее у наши девочки у нее спина согнута все по полукругу согнута и пропорция посмотрите треугольника верхнего и нижнего вы можете увидеть примерно как выглядит пропорция примерно да на этом и пока остановимся давайте посмотрим как у кого получилось главное пропорции то есть вверх с низом с ногами как пропорционально выглядит очень хорошо да лизонька очень хорошо мне кажется чуть чуть не хватило места на шею чуть-чуть такой хотелось бы подлиннее чуть-чуть хотелось бы ну так такое ощущение но все равно она могла немножко прижаться вжаться то есть очень хорошие пропорции очень хорошие катюша пропорции тоже к пропорции прекрасный да очень хорошо давайте посмотрим рауан аина и аня анечка ближе сейчас секундочку in да значит анечка обрати внимание обрати внимание что тебя достаточно большая дистанция между то есть между двумя героями может быть даже нужно будет ниже ближе друг другу пододвинуть вот смотри сейчас я пододвинул ближе друг другу пододвинуть я тоже сейчас ближе пододвинул смотри видишь насколько это легко с фигурами да то есть фигуру я раз и легко пододвигаю никаких проблем то есть я могу фигуру легко пододвинуть мне не жалко стереть фигуру и пододвинуть ее вообще никаких проблем чтобы к друг другу они были ближе да они были ближе друг другу у тебя достаточно большая дистанция поэтому чуть-чуть подправь я тоже сделаю их поближе к друг другу немножечко чтобы так вот подбородок тут у нас будет череп и треугольничек я тоже немножко делаю ближе обратите до внимание давайте а и на смотрим да 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 ага стой холода да хорошо не вижу мышку мышка где голова мышки они близко друг другу расположены да очень хорошо можно поближе можно поближе но тоже очень хорошо то есть в оригинале конечно они очень близко к друг другу в оригинале достаточно близко посмотрите если сильно далеко располагается разместите к друг другу ближе видите я раз подвинула и никаких проблем так как это только фигуры вот рауана близко рауан мышку чуть-чуть ближе девочка шикарно а мышку мы будем сейчас двигать ближе окей мышку будем двигать вот сюда по поближе раз прям к лицу к ней да вот сюда оп подвинули никаких проблем да почему мы рисуем фигурами потому что вы можете их двигать перерисовывать и не жалко стереть когда нежели вы какие-то красивые детальки да там все вырисовали а потом такой ой что-то далековато надо перерисовать жалко же да а так не жалко вот я мышку ближе двигаю смотрите и у нее будет конечно же носик треугольником то есть мы передаем только форму только форму шарик или ближе к овалу треугольничек до треугольничек у нее у мышки такой треугольничком тело овал обратите внимание голова входит в тело голова входит в воде в один овал в другой входе сейчас я сделаю поближе сейчас секундочку обратите внимание что голова как бы входит вот здесь вот в тело и и еще один овал вот здесь вот то есть полусогнута вот у нас девочка да а вот у нас наша мышка мышка если нужно что-то потереть подтираем если что-то нужно потереть подтираем если нужно чуть-чуть пододвинуть пододвигаем то есть если чуть-чуть мышку поближе можно раз опять круг и пододвинуть никаких проблем не бойтесь стереть и стереть и пододвинуть да не бойтесь пожалуйста стереть и пододвинуть это всего лишь пока фигурки мы ничего такого не нарисовали что жалко стереть раз смотрите хопа пододвинула да раз пододвинула и смотрите как они близко теперь к друг другу вот здесь будут лапки закончатся они там же где у девочки нога лапка раз и лапка два схематично мы ничего не вырисовываем до тех пор пока мы не определимся с размерами фигур и хвостик да с размерами с пропорциями с позиции то есть мы это двигаем перерисовываем ближе отодвигаем ближе дальше друг дружки как бы играем немножко с формами то есть если бы у нас были кружочки квадратики мы бы их двигали туда-сюда чтобы правильно разместить героев да на нашем листе мы бы двигали чтобы их правильно разместить то есть в этом принцип как у кого получилось обязательно покажите я пока на этом остановлюсь мы пока накидали схему так чуть-чуть подальше лизонька чуть чуть подальше чуть чуть подальше да очень 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 нежно очень хорошо позиция хорошая да а теперь чуть чуть поближе ко мне чуть чуть поближе еще ближе 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 так да отлично очень хорошо мне кажется нужно будет подку немножко потом округлить вот здесь вот Ну хорошо, то есть потом, когда будем детали добавлять, можно будет округлить. И в целом относительность, Лиз, у тебя листа, у тебя меньше работы, да? Это значит, что потом нужно будет чуть-чуть края обрезать. То есть у тебя работа, как бы, ну если взять... Вот смотри, где хвост уже заканчивается, да, край у нее будет, и где ноги почти заканчиваются. Так, это у нас кто, Аина или Рауан? Рауан, отлично. Ай, как хорошо. Не успела так быстро. Ой, Аина, хорошо, да. Катя, хорошая позиция, да, прекрасная. Обрати внимание, длина ноги, видишь, какая Катя? Вот здесь вот начинается, вот здесь заканчивается. Оп, Рауан, Аина, пропала камера. Давайте посмотрим Аня. И сейчас мы будем добавлять детали. Так, очень хорошо, да, прекрасно, очень хорошо, хорошая позиция, замечательно. Итак, мы накидали основные, да, ну мы можем накидать, что там у них дверь, да, дверь, она полукругом. Полукругом дверь идет, мы тоже можем накидать, но это уже не столь важно. Дверка. Дверка. Дверка полукругом. Именно зарисовываем. Все детали мы будем добавлять чуть позже. Дверка. Не знаю, что это, дерево или что ли. Здесь метелка. Метелка. Обратите внимание, как я немножко даже небрежно это делаю. Метелка. Дверь вот где-то здесь закончится. Чуть-чуть поуже дверь. Чуть-чуть поуже. Чуть-чуть поуже. Чуть-чуть поуже дверка. Если что-то нужно подтереть, стираем. Корректируем. Дверка. Что самое важное в иллюстрации? Ну, как не важно, а интересное, да, что когда мы сейчас рисуем снаружи детали, это не так важно рисовать их прям вот как на фотографии, да. Главное, чтобы было понятно, что это дверь, а это метла, да, чтобы основная идея была понятна. А тут, например, проходит, я не знаю, это дерево или что-то такое в нору. Вот тут вот дырка в нору с деревом, да. То есть основная идея, чтобы было понятно, о чем идет речь. Но сильно детализировать при этом необязательно. Вот я чуть-чуть подправлю. Обратите внимание, насколько легко я двигаю предметы. То есть если что-то не в той позиции, как я хотела бы, да, то я просто пододвигаю, раз, покороче сделала метлу, пододвинула, да, никаких проблем. Мы не страдаем тем, что я так долго рисовала, теперь мне жалко стереть. Нет, это процесс, окей, здесь немножко не смотрится, я пододвину. Так, здесь получше смотрится, я оставлю. А вот здесь я снова пододвину, мне не нравится, а здесь я оставлю. И так мы двигаем до тех пор, пока мы не будем довольны результатом. В принципе, весь арт из этого и состоит. Когда мы двигаем туда-сюда, переставляем туда-сюда, стираем, опять рисуем, стираем, опять рисуем и так далее. То есть мы играем, да, с позицией, стираем, рисуем, стираем, рисуем. И никакой трагедии в этом нету. Дверь вот где-то здесь заканчивается. Мы там особо не видим где. И сейчас посмотрим, как у кого получилось. Здесь, так как у нее будут крылья, поэтому я дальше дверь не рисую. Тоже можно схематично нарисовать раз треугольник, два треугольник и три треугольника. Схематично. И ножка. Все схематично, достаточно схематично. Ну-ка, наверно, покороче будет. Закрыли меня, я не вижу дверь. Я пока на этом остановлюсь. То есть я достаточно быстро рисовала все вот эти основные детали. Я остановлюсь, чтобы посмотреть, как дела идут у вас. Пока на этом остановлюсь, чтобы посмотреть, как идут дела у вас. Катя, чуть-чуть подальше. Чуть-чуть подальше. Стой, холдан. Хорошо, здесь хорошо. Хорошо, да, здесь отлично. Катюш, обрати внимание, вот дверь вот под таким углом низ двери. Я там не вижу. У тебя есть очерчен низ двери, да? То есть низ двери под углом, вот под таким. Так как она открыта, у нее где-то такой угол будет. Ну, там чуть-чуть видно между девочкой и мышкой, виден низ двери. Повыше дверку. Вот я смотрю и такая, ой, хочу дверку повыше. Никаких проблем, нарисовала дверку повыше. Раз, сверху удлинила. Лизонька, сейчас, секундочку, холдан. Так, дверь, хорошо. А чуть-чуть пониже, можно, Лиз, чуть-чуть пониже для менять? Чуть-чуть пониже работу, хочу посмотреть, где дверь закончилась. Да, супер, значит, Лиз, одну штучку нужно подправить. Край двери, да, посмотри, он должен быть вертикально параллелен. Может, дверь покосилась, да, но здесь будет хорошо, чтобы нас это немножко не смущало. У тебя немножко под углом, то есть, если ты проверишь, да, вертик, ты можешь прям взять какой-то листочек, вот так, листок бумаги, и сделать это параллельно, да, параллельно листу. Тогда будет дверь казаться ровнее и будет интереснее смотреться. Не будет на себя просто акцента брать дверь, да, которая, когда покосилась, мы иногда это показываем, но сейчас мы не хотим показывать. Мы хотим просто не делать на это акцента какого-то большого. Так, если у кого-то еще, да, давайте посмотрим. То есть, можно прямо так взять листочек сейчас, так вот раз, посмотреть, чтобы параллельно было, и вот провести. Я от руки сделала, но можно, в принципе, провести не от руки, а от линейки, да, так вот, не слышу. Как на линейной перспективе, помнишь, мы использовали линейку, то есть, можно вообще вот так провести, а потом лишние линии стереть, и будет ровная дверка. Давай посмотрим. Стой, сейчас, Анют, да, так. Чуть-чуть пониже, Анют, для меня, чуть-чуть ниже, да, ниже в камеру, ниже, 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 еще ниже, ниже. Ага. Стой, hold on. Ага, да. Ань, проверь себя, просто проверь, вот, например, вот эту линию, она должна быть параллельно краю листа, да, то есть, не так, не так, просто себя проверь, параллельно ли она, окей? Чтобы, ну, наверняка, да, наверняка. Есть чуть-чуть ощущение, что не совсем параллельно, есть такое небольшое ощущение. Пусть так вот берем, проверяем раз, и можно тоже провести, вот эти полоски можно провести и линеечкой. Не критично, но можно, да, можно провести линеечкой. Чтобы поровнее просто было. О, давайте, это у нас Аина, ближе, Аиночка, ближе, ближе, Аин, ближе, 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 так, хорошо. А теперь пониже чуть-чуть, чуть-чуть пониже, очень хорошо, да, отлично. Зами, очень хорошая дверь, прекрасная, да. Здесь давайте добавим, здесь проходит, ну, что-то вроде скалы, и даже прорисованы петли, представляете, да, прорисованы петли. Это и есть вот эта детализация, когда мы прорисовываем петельки, окошечко, вот тут вообще окошечко вошло. Даже вошло окошко с красивыми бортиками и красивой диагональю. То есть это, ну, как узор, да, получается. Помните, все имеет толщину. То есть если мы рисуем оконную раму, то она имеет толщину, помните, да? Мы не рисуем то, что не имеет толщины, она обязательно имеет толщину. Приможете, Зайка, ближе, пожалуйста? Да, конечно, Зайка, спасибо, сейчас. То здесь мы прорисовываем скалу. Окошко, это та детализация, о которой я говорила, когда детальки, это красиво. Окошко, это смена. Окошко, это масля, ничего. Я прорисовала как будто бы имитация скалы, да, имитация скалы. Снизу тут растения какие-то, какие-то листочки. Сбоку тоже есть листочки, здесь на самом деле живет дерево, ну по крайней мере это похоже на дерево, поэтому я делаю полоски имитирующие дерево, да, какое-то большое дерево. Я добавляю полоски имитирующие дерево и конечно мы здесь сейчас добавим красивые листочки. Ну давайте я подожду, я остановлюсь на этом. Мы немножечко сейчас отдыхаем от людей, я имею ввиду от персонажей, потому что я знаю что людей тяжело рисовать. Мы немножко от них отдыхаем, нарисуем внешний фон, а потом к ним вернемся, чтобы еще раз в труд, как говорится, да. То есть сейчас немножко побалуемся с внешним интерьером, а потом снова вернемся к нашим персонажам. с детальками, потому что знаю, это сложно будет. Немножко поэтому побалуемся пока с внешним фоном, с детальками. Если кто-то сделал вот эту детализацию, обязательно покажите, как у вас это выглядит. Если кто-то сделал вот этот уровень детализации, обязательно покажите, как это выглядит. Угу. Угу. Так, сейчас секундочку смотрю. Так. Ага. Здесь хорошо. Да. А теперь, Катюш, чуть подальше. Чуть-чуть подальше, чтобы я в целом посмотрела. И повыше. Повыше, повыше, Катюш. Угу. Угу. Да. Катюш, видишь, у тебя достаточно много здесь пространства еще есть, да? It's ok. Добавь листочки обязательно, чтобы не оставалось так, как эта иллюстрация. Помнишь? Много деталей, это значит, что в принципе свободного места как такового не остается. Пустоты какой-то, да? Поэтому ты сзади здесь можешь добавить листочки, да? Листочки. Какой-то вот плющик здесь по траве вырез. Вот здесь вот листья, большие листья, вот тут вот, да? У меня просто здесь мало пространства, а у тебя достаточно много. Заполни его листвой, не оставляй пустым, да? Потому что это иллюстрация. Иллюстрация не терпит пустоты. Ей нужно, чтобы везде все детализировано было. Чтобы хотелось это разглядывать. Вот каждый миллиметр твоей картины хотелось разглядывать. А что здесь? А здесь зелень, здесь кусты. И здесь какие-то трава. А здесь камень, да? Продолжился. А здесь, а здесь, что какая поверхность земли. Песчаная или там земная, ну как бы земля. Чтобы все это было видно. Так, смотрим, Лизонька. Сейчас, секунду. А, очень хорошо, да. Так, дверь вижу. Так, да. Да, Лиза, у тебя тоже, видишь, у тебя достаточно большое здесь пространство осталось. It's ok. Помнишь, я говорила, нам или надо будет обрезать вот так вот, да, потом. Или это пространство заполнить чем-то. Например, растительностью какой-то, листьями, да. Ну, чем-то. При этом, ты можешь начать заполнять, а потом просто подложить листочек и, вот как у меня, вот так примерно линию прочертить. Знаешь, как рамка, да. Чтобы у тебя здесь очертить, что, ну чуть-чуть можешь больше оставить, не так, как у меня плотненько, да. Вот. Чтобы не заполнять это пространство. Окей, Лиз? Отчертишь линию, чтобы пространство не заполнять. Так, смотрим. Это у нас Роуан, да. Секунду. Ага, здесь очень хорошо, да. Вот не вижу, не вижу окошко. Там есть, да, уже окошко? Дерево, окошко. Хорошо. Вот, вот здесь вот обязательно линии добавь. Здесь у нас дерево, посмотри, дерево. Корни, да, корни прорисовываю. Корни деревья. Вот это, вот это, это дерево растет. Это для Роуана. Обязательно прорисуй. Давайте посмотрим Аина и Анечка. Аина и Анечка. Смотрим Аня. Так, секундочку. Так, чуть-чуть поближе ко мне. Чуть-чуть Аин поближе. Аин поближе. Так, хорошо. И чуть-чуть пониже. Ага. Отлично. Очень хорошо. Я думаю, что вы видите уже, как классно получается, да. Как интересно смотрится работа. Смотрим Анечка. Да, хорошо. Здесь хорошо. Ань, я тебя попрошу единственное только подправить. Знаешь где? Вот здесь вот, посмотри. У меня нет повторения контура двери. А, сейчас я тебе покажу. А, как будто такие лианы, да. Таким образом нам это не нужно строить. Да. Там дерево растет. И там будет достаточно темно. Лианы дерева. Потом дверь открывается в эту сторону. То есть она не должна соответствовать. У нее петля здесь находится. То есть она сюда открыл. Ну, по крайней мере здесь так в оригинале указано. В оригинале. То есть вот здесь, чтобы была немножко такая недосказанность в плане, в плане как раз вот контура. Чтобы не одинаково было. Оно должно быть одинаково, если это строить. Но мы не ставим задачи это построить, да. Итак, я кладу вот так карандаш. Помните, у нас по диагонали заканчивается пол. Вот так же по диагонали у нас точно так же, как и пол. Параллельно. Помните линейную перспективу. Так же по диагонали, по серединочке. У нас будет висеть, ну, примерно, да, примерно, примерно по серединке. Будет висеть, как это, дверной звонок называется, да. С двумя ягодками. Ой, сделать поближе, да, далековато. Сейчас, секунду. Мы добавляем детальки. Главное, чтобы направление линии, когда вы рисовали, было под тем же углом, что и основание, да. Потому что это точно такая же под углом линия. То есть вспоминаем урок линейной перспективы, что они должны потом когда-то сойтись в угол, да. Сейчас вот так, секунду, подальше сделаем. В одну точку под углом. Они параллельны, но немножечко сходятся. Совсем немножечко. Но в целом эти линии параллельны. Помните, да, из линейной перспективы. Параллельны, но сходятся. Угу. Да, да, да. Угу. 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 Итак, здесь я сейчас быстренько добавляю какие-то небольшие детали, как там часть, часть стола там ходит, да. Стол или что-то похожее. Ну да, выглядит как стол. Это я сильно не вырисовываю. Почему? Потому что это будет все в тени. И нам это не обязательно детализировать. Потому что это далеко. О, помните, что все, что далеко, то прорисовывается нечетко. Форма цилиндра. Форма цилиндра с вертикальными овалами. С вертикальными овалами. Потому что это, ну как бы там у нас салфеточкой или что-то такое лежит. Можете поближе себя, пожалуйста? О, да. Спасибо, что сказала. Так, немножко подальше, чтобы вам пропорция была видна, да, вот так вот. Там прямо дерево. Ну, какая-то тарелочка или что-то. Тарелочка стоит. Немножко мне надо будет стол повыше поднять. Тоже, опять же, не забывайте, что если что-то нужно подвинуть, мы двигаем и не переживаем, что мы стерли, нарисовали, стерли. Это процесс, весь процесс в этом и состоит, да. лодочка или улыбочка. Лодочка, улыбочка, лодочка. Половина только видно. Лодочка, улыбочка, лодочка, улыбочка. Это что-то там стоит на столе. Даже здесь сложно разглядеть, что конкретно. Стул или, ну, что-то вроде стула стоит. Сосиска. На ножках. Что-то вроде стула, да. Стул как будто бы или из ореха, или из желудя сделан. Нарисовала. Контур подвела. Ножку немножко поровнее сделаю сейчас. Я примерно рисую. Нам не нужно это все вырисовывать очень сильно, да. Вырисовывать нам не нужно, потому что это там вдали, это в темноте будет. Мы это плохо видим. Поэтому мы это сильно и не вырисовываем. Это стол там стоит. Не видно ножки или что-то такое, просто видно скатерть, и там темно. и стульчик опять же все что далеко мы сильно не уточняем помните да все что далеко мы детали не уточняю потому что все это будет в тени потом лишнее я стираю что только контур остался сейчас посмотрим как это выглядит посмотрим как у вас выглядит что-то там внутри кто сделал можете добавить листочки то здесь по дереву это еще одна деталь которую дополняет художник он добавляет листочки помните мы из ботанической живописи рисовали листочки и это view листочек называется view поэтому он должен похож быть на view достаточно характерно я сейчас нарисую и вам нужно будет повторить из ботанической живописи то что мы рисовали именно очень правильная форма листа она состоит из трех уголков я рисую поверх поверх дерева еще раз view выглядит из 1 длинная центральная часть и 2 короткая я сильно давлю помните да чтобы вам было просто видно хорошо что мы рисуем что я рисую вот такая форма листа еще раз сюда раз два три три палочки да эта форма как лист у вьюна строится и листочки опять же в разных направлениях да они в разных направлениях растут 1 2 3 1 2 3 вьется по дереву обязательно у вьюна ствол или стебель имеет толщину не забывайте да помните из ботаники обязательно имеет толщину то есть нет такого что он как-то сам там по себе в одну линию превратился обязательно есть толщина и он сходится в какую-то одну единую линию вот здесь листочек упал я рисую где вьюн переплел дерево чтобы это интереснее смотрелось конечно я делаю это по цилиндру да по цилиндру по полукругу если вниз и вниз вьется то всегда улыбочкой потому что дерево имеет форму цилиндра напомню если что то не получается или вам кажется что это не тот результат который вы хотели то вам нужно сказать мне ирин давайте посмотрим вот мне кажется вот здесь что-то что-то не то или там что-то не то я надеюсь вы помните что нужно обязательно сказать итак я нарисовала вьюн несколько листочков можно видеть да насколько сразу интересней работа смотрится когда есть передний план и если кому-то нужна помощь с листочками дайте знать и ну мы еще раз повторим это уже с вами проходили да но на ботанике ботанической живописи ну еще раз на всякий случай и я думаю что мы сейчас готовы перейти уже к нам еще пол остался но давайте сейчас сделаем и поиграем уже с нашими героями порисуем герой бэкграунд немножечко уточнили сейчас по уточняем наших героев кто сделал обязательно покажите я подожду вы видите насколько уже красиво до смотрится потому что много деталей заметили да настолько интересно рассматривать картину потому что она очень детализированная вот в этом и секрет иллюстрации обязательно запомните этот секрет иллюстрация вот в этом так катюш ближе чуть чуть ближе 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 ага хорошо и стульчик и отлично да очень хорошо мне очень очень нравится очень хорошо да катя готова к персонажем катюша готова к персонажем катюша готова к персонажем мы подождем всех роман как у тебя получилось покажешь чуть чуть пониже ага пониже и поближе так а где эти листочки листочки хочу посмотреть обрати внимание листочки выходят то за пределы двери то он пополам на дверь и над то есть больше листочков и обрати внимание что они частично за территорию входа выходят да для того чтобы один слой с другим был один как бы многослойность такая была давайте они посмотрим hold on ага так здесь хорошо здесь да отлично они чуть чуть пониже чуть чуть пониже не наоборот ниже не выше чуть чуть ниже работу вниз чуть чуть опусти чтобы я вверх посмотрела ага вот тут хорошо да отлично супер да прекрасно не забывай что вот ствол который ты рисуешь он имеет толщину то есть мне там сильно не видно но все равно есть небольшая но толщина да то есть он это не ниточка никогда а растение имеет толщину даже если это тонкий вьюн все равно есть толщина так смотрим лизонька чуть чуть поближе лист чуть чуть поближе для меня ага еще ближе да вижу лиз мне бы хотелось листья крупнее я это прости не сказала с самого начала обрати внимание вот у меня один лист практически как голова мыши ну чуть чуть может ну хотя есть листы как и голова примерно да пропорции вот голова мышки кружок размером как лист видишь примерно проверь как у тебя то есть у меня есть немножко ощущение что листики маленькие да а у нас не маленькие листья у нас мышь маленькая поэтому листья и мышь они одинакового размера давай поближе а им поближе поближе так еще ближе еще хочу листья рассмотреть еще ближе так листья хорошо да отлично снизу тоже листики есть вот тут посмотри есть там на листики замечательно отлично да пропорции хорошие да итак мы сейчас переходим я немножечко себе точу карандаш потому что он затупился кому есть 14 тоже используйте ножик остальные под присмотром родителей только под присмотром родителей окей будем лицо рисовать будем маленькие детали прорисовывать и тонким и карандашом легче итак я сейчас приближаю девочку достаточно близко вся влезла вот так наша малышка давайте начнем с девочки да помучаем девочку итак голова обратите внимание что вот этот круг который мы рисовали на самом деле это череп если вы меня видите если вот сейчас я в розовой кофте вот череп вот посмотрите вот череп да то есть он как шар прям как шарик это и есть вот эта часть вот этот вот этот шарик это череп мы еще пока детально портреты не проходили ну так как это иллюстрация там очень достаточно все примерно может быть мультяшный вариант то я рисую вот этот череп это шарик да это шарик который переходит в шею и подбородочек посмотрите подбородок у нас здесь есть он похож на треугольничек ну прям как треугольник прям прям треугольник и соединяется с черепом то есть где-то вот здесь вот у нас посерединке будет носик примерно да примерно где-то будет здесь носик где-то здесь ротик я отмечаю примерно где будет ротик где будет носик где будет череп Это будет носик, это будет ротик, это будут глазки, где-то примерно здесь. Везде равные пропорции, то есть равные промежуточки. Лобик, примерно. И носик у нас будет как бы немножко утопать, немножечко утопать, вот я прорисовываю, немножечко утопает в голове. Горочка, горочка, вздернутый носик, горочка. Сразу хочу сказать, сильно не давите, потому что, скорее всего, нужно будет поправлять много раз. То есть это абсолютно нормально, если мы будем поправлять много раз, абсолютно нормально. Ничего в этом такого нету. Ротик, ротик вот там, где мы рисовали вторую линию и подбородок. Немножко закруглен. Итак, я сейчас прорисовываю основные черты лица. Сразу хочу сказать, что если что-то не получается, много раз мы будем с вами перерисовывать, это абсолютно нормально. Когда мы рисуем, стираем, рисуем, стираем. Нет, перенесли. Ой, что-то голова не туда пошла. Ой, что-то носик не там пошел. Стерли, еще раз нарисовали, стерли, еще раз нарисовали. Обратите внимание, шея всегда выгнута, особенно спереди. Шея всегда выгнута в эту сторону. То есть вот так вот. Я знаю, что многие рисуют в обратную сторону, но на самом деле шея выгнута колесиком. Обратите внимание, вот в эту сторону. Всегда, когда перед шеей рисуется, он выгнут вот в эту сторону. подбородочек я придаю каких-то деталей, чтобы у нее он такой был более детский, да, более детский подбородочек. Подрисовываю губки. Глазик у нас находится там, где носик примерно заканчивается. Где носик сверху заканчивается, начинается глазик. И он буквой В, да, буквой В. Буквой В такой, тык-тык, буквой В. Мы не видим там глаза, мы только букву В видим. Примерно так. То есть мы накидываем деталечки, да, детальки примерно, где будет носик, где будет ротик. Пока что примерно, да, примерно. Я пока так оставлю. И бровка, конечно, вот здесь будет. Все остальное там уже пойдут волосы. Но давайте я пока что оставлю вот такой пример. Мы на этом остановимся. И я хочу посмотреть, как примерно получилось у вас. Я знаю, что это сложная часть, мы пока не проходили лицо. Но давайте я вам, если что, подскажу. Да, давайте смотрим. Итак, значит, Рауан, обрати внимание, что лицо прям вот как кирпичик ровное, да. Посмотри, лицо как кирпичик ровное. Прям кирпичик. А лоб и голова как шарик круглая. Тебе нужно первое, что сделать, это прочертить ровную линию. Да, там, при том, у нее еще волосы потом будут. Тебе нужно ровную линию прочертить здесь. Так, вот, Аиночка, Лиза, Лиза, хорошо. Прочерти ровно, носик хороший. Дальше у тебя просто будет ровная линия. Видишь, ровная вертикальная линия. Носик хорошо, тебе нужно просто подлиннее. По сути, прям прямой угол. Очень близко к прямому углу. Ой, вот хороший. У Катечки хорошо получилось. Да, Кать, чуть-чуть больше вот эту вот линию, подбородочек. Чуть-чуть по... Давай вот я здесь ей подлиннее сделаю. Чуть-чуть подлиннее как бы, да. Вот здесь подлиннее. Она у нас такая девочка нежная. Но чуть-чуть хочется подлиннее подбородочек, чтобы... Чтобы казать... Ну, тогда будет казаться поаккуратнее. Катя правильную позицию выбрала. Чуть-чуть подлиннее и будет хорошо. Так, сейчас, секундочку. Давайте ближе. Я подскажу, где. Сейчас, секундочку. Анечка, да, секунду. Да, да, Анют. Вот эту линию, посмотри носик. Тут чуть-чуть подотри. И я пока линии построения не стираю. И носик в губку, ну, когда выводишь, помягче вот этот вот скос, да, поворотик. Как бы выемочку здесь посильней, да. Посильней выемку. Посильней вот так выемку. Вот здесь вот. Давайте посмотрим у Аины. Аин не успела. Так, поближе, еще ближе, еще ближе. Да, смотри, Аин, у тебя... Давай сейчас я покажу, секундочку. Hold on, Аин, еще раз покажи, покажи, пожалуйста, покажи. Да. Да, смотри, у тебя носик идет, сейчас, и повыше чуть-чуть. Ротик и подбородок. Смотри, у тебя разворот сильней. То есть у тебя идет подбородок и носик. Тебе нужно немножечко укоротить. Видишь, вот, то есть у тебя отсюда идет, тебе надо укоротить. Короче эту часть сделать. Итак, я сейчас сотру линии построения, чтобы осталось только личико, да. Чтобы осталось только личико. Сотру линии построения, чтобы только личико осталось. То есть мы сделали линии построения, теперь я стираю, ну, лишнее все. И сейчас только контур оставлю. Я просто то, что нарисовала, рисую контур. Убрала линии построения. Чтобы остался только контур. Немножко щечку прорисовываю, да, вот тут вот. А, хорошо. Немножко Убрала линии? Убрала линии? Мы где истинanger и дом. Убрала линии? Да, да. посмотрите пожалуйста давай вот хорошо теперь делай ротик теперь делай ротик подбородочек можно чуть-чуть будет по длине и потом сделать но сейчас тебе нужен ротик до ротик и подбородочек чуть-чуть по длине улыбочку можно немножко чтобы такой более добрый взгляд чтобы милая наша девочка была до посмотрите пожалуйста давай но не подбородок больше нос не острый а главную то есть мягенький да он остренький но все равно у него как бы знаешь у него все равно есть закругление да то есть у носа он как сказать не такой острый да у него все равно есть закругление которое делает его не таким острым он посмотрите давай да смотри давай вместе ты сделал носик острый теперь смотри часть лба вот здесь вот есть выемка где нос заканчивается выемка обязательно потому что здесь уже глаз начинается давайте посмотрим кто сделал обязательно покажите ближе ближе-ближе сильно добре же ближе ближе лизонька отлично да сильно так не дави лизонька очень до чтобы у тебя была возможность стирать помнишь да то есть мы так сильно не давим что была возможность стирать можно что-то подправить если хочется ну например носик я люблю поострее я люблю носик поострее бровку если нужно подправляем если что-то нужно подправить то подправляем и если подбородок носик все на месте тут мы сделали да уже похоже на человека то тогда нам нужно на вол на голову добавить волосы ребят на голову добавить волосы при этом когда мы будем волосы добавлять это действительно как шапка да то есть она немножечко даже волосы будут как бы не немножечко сверху до немножечко сверху я вот чуть-чуть добавляю волосы немножечко как бы сверху немножечко сверху добавляя волос здесь волосы скатываются красивыми локонами красивыми локонами чуть-чуть добавляем и они идут по спине немножко я их завью у нее здесь проходит красивая как это обруч да такой как ободок он проходит по черепу поэтому сверху волосы немножко как бы приподняты и череп потом нам нужно будет стереть потому что мы это не видим мы черепа и черепа и сзади как это называется шея до шеи мы ее не видим поэтому когда мы все построили мы это стира и у нее посередине я немножечко на делаю как как бы да как бы немножко больше шевелюры больше потому что когда ободок немножечко придавил тут у нее посередине немножечко когда ободок придавил тогда волосики как будто бы немножечко вылазят из-под ободочка лист пара ободок вот 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 Продолжение следует... Под волосами мы не видим ни шеи, только пряди волос. Я до конца пока волосы не дорисовываю, потому что все-таки мы будем добавлять сейчас остальные детали. Продолжение следует... Примерно так. Такая добрая девочка, очень нежный взгляд. Продолжение следует... Под волосами видно и шею, и подбородочек. Под волосами видно, да? Посерединке... Ну, это не совсем посерединке, это с краю головы, но так как мы боком, мы только с краю головы видим пробор. Пробор. На волосах есть пробор. Посмотрите, пожалуйста. Давай. Так, отлично. Значит, тебе необходимо поправить только носик, да? Носик, чтобы был... Смотри, слайд вот здесь вот, да? Чуть-чуть подотри, чтобы носик был почище, да? Не такой темный, не такой... То есть я сильно давлю, чтобы вам было видно, но все равно он не такой темный, да? Чтобы он помягче, не такой темный был. Ближе, 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 ближе. Да, посмотри, глаз прям... Вот у меня носик, вот где вот этот выемка, прям до глаза дотрагивается, да? Прям до глазика дотрагивается. Так, сейчас, секундочку, смотрим у Катюши. Катюш, все правильно, глаз чуть-чуть покороче. Вот с этой стороны. То есть прям его вот так подкороти, да? И все, и у тебя сразу все на места встанет. Рауан, давай посмотрим. Смотрим, Лизонька. Ближе, Лиза, ближе, 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 ближе. Так. Лиз, тебе... Вот смотри, чтобы я тебе порекомендовала. Видишь носик? Вот где носик. А рот, линия рта, она как бы вот отсюда начинается. То есть, ну, немножко глубже, да? Лоб и линия подбородка, они примерно на одной линии. Ну, чуть как бы сдвинуты, да? Туда. И так сильно не дави. Рауан ближе. То есть, чтобы мягче. Потому что много раз приходится стирать. Рауан ближе, 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 ближе. Стоп, выше, 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 Рауан, Рауан выше. Тебе носик нужно добавить, только носик, только носик. Рауан носик и подбородок. Носик и подбородок. Сложно девочку рисовать? Да, потому что человек. У нас будет, мы будем на портретах проходить. Так, сейчас я закрою окно, чтобы вам не отсвечивалось. Секундочку. Секундочку. Сейчас я закрою с этой стороны тоже окно. Вот, теперь не должно отсвечивать. Итак, мы уже достаточно хорошо детализировали голову. Что я хочу сказать, что если вдруг кто-то из вас захочет, например, сделать более детальную фотографию девочки, да, вдруг, ну, вдруг захочется, да, более ровное лицо, то помните, какой у нас есть инструмент для портретов? Что мы использовали? Кальку. Помните? Калька, да? То есть, в принципе, в принципе, это хомборк будет. Я вам отправлю фотографию этой работы. Вы, в принципе, можете вообще свободно подложить и сделать контур, если вам захочется. Или использовать оригинал. Конечно, когда вы сами рисуете, это гораздо сложнее, чем калька. Но если захочется, например, хочется все-таки девочка, чтобы более аккуратный овал лица был, да, то тогда вы сможете использовать кальку. Это тоже, как бы, очень хороший метод. Но сейчас мы переходим к низу. Даже если вы лицо еще не достроили, мы сейчас перейдем к низу, окей? Нам нужно сейчас сделать с вами плечо. 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 Немножко как сосисочка, да, такое. Сюда. И сюда плечо. Сюда и сюда. И кисть. Кисть треугольником. Кисть треугольником. Треугольником. И палец. Треугольник, палец. И еще раз треугольник. То есть, если вы посмотрите, я рисую формами, да, формами. Все формами. Именно формами. От шеи мы рисуем сейчас платьице. От шеи мы рисуем платьице. Тот треугольник, который мы был, мы даем объема, потому что у нее платье красивое. У нее красивое платье нарисовано, ну, как бы в оригинале. Поэтому мы даем объем и вырисовываем платьюшко, да, платьюшко. Красивое платьюшко. Там у нас, конечно, будут волосы, но все равно форму платья нужно будет обязательно сделать. Что-то подправляем. Давайте я посмотрю, как примерно размер руки был. Размер руки. Я хочу посмотреть размер руки. Очень хорошо, да, прям такая нежная. У Лизоньки хорошо, да, супер. Лиз, не дави так сильно. Все правильно делаешь, но не дави. Потом раскрашивать будет тяжело. Можно немножко чуть-чуть подвинуть ручку, да. Не возбраняется. То есть можно чуть-чуть ручку подвинуть, если нужно. У кого рука готова, обязательно покажите. Так, оп, Аин не успела. Пока мы только форму делаем, да, только форму, пропорция. Да, очень хорошо, Аин, очень хорошо. Вот точка, откуда рука выходит, да, это шея, ну, как бы шея немножко... Вот часть плеча здесь. У шеи есть чуть-чуть плечо вот тут вот все-таки. Отсюда выходит. Так, Катечка хорошо, очень хорошо. Очень хорошо передали эмоции. Вижу, видите, движение тела хорошо выглядит. Да. Окей. Тогда я сейчас... Давайте посмотрим еще Анечка, примерно пропорцию руки. И я сейчас нарисую, ну, именно руку, то есть примерно пропорции мы нарисовали, но это еще не рука, да, это пока только форма. Так же, как мы и с лицом делали. Сейчас мы будем делать именно ближе Анечкой чуть-чуть вбок. Еще чуть-чуть вбок. Да, очень хорошо, Анет, очень хорошо. Отлично. Итак, мы сейчас будем прорисовывать... У нас все есть, то есть рука уже есть. У нее рука, в принципе, вот здесь еще на мышке, да, будет. Но мы пока не видим конкретно форму мышки, поэтому, ну, я примерно положила, что где-то здесь пройдет рука, да. Но где точно мы не видим, потому что здесь у нас мышка будет и пока непонятно где. Итак, я сейчас рисую из руки и из того, что у нас есть одежду, я прорисовываю детали. Я прорисовываю детали. Теперь уже, да. Платье. Я прорисовываю также здесь платье, которое согнуто здесь. Я стираю все лишние линии и сейчас прорисовываю платье. Ножка у нас здесь проходит. Коленочки. Коленочки просто обозначаю, потому что у нас там платье, да, поэтому очень условно, скажем так. Складочки на платье. То есть очень много деталей, как вы можете видеть. Очень большая прорисовка за счет деталей. Я прорисовываю именно складочки. За счет складочек мы показываем, как она сидит. Я прорисовываю. Вот здесь вот рукав. У рукава тоже складки. Я сейчас более детализированно прорисовываю руку. Все то же самое, только я просто нарисую уже контур. Контур руки, да? Например, локоток острый. Локоток острый. Руан, как у тебя получается? Я знаю, что сложная работа, но нужно включиться. Ниже, 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 Руан, ниже, 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 ниже. Так, а платье где? Где платье? Что же оно у тебя раздетое? Совсем без одежды. Как же оно без платья-то будет? У запястья, конечно же, поуже. Смотрим, Лизонька. Да, хорошая платьица. Попышнее. То есть вот здесь вот рукав можно попышнее. Прям, не стесняйся, более пышный рукав делай. Да, более пышный. Да. Катюш, чуть пошире талию. Не такую узкую. Чуть-чуть пошире, да? У нас сейчас там будут волосы, но чуть-чуть пошире. Да, умничка. А Инночка тоже умничка. Ручка. И прорисовываем ручку. То есть мы рисовали формами, да, ручку. Треугольник. Пальчики. И просто детализируем пальчики. Один пальчик, самое главное, прорисовываю только один. Ну, в принципе, не обязательно пальчики прорисовывать. То есть это нет такой, как бы, задачи. Это иллюстрация, ну, то есть если прорисуете хорошо, но если нет, тоже не критично. Да. 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 И коленочки. платюшка здесь ножки холмик слайд как мы скатываемся еще раз холмик и волосы можете опустить волосы длинные да то есть волосы мы опускаем конечно когда мы прорисовываем прорисовываем волосы за ними уже многие элементы будет не видно поэтому сначала мы рисуем волосы и потом внутри волос стираем то есть у меня пучок волос за ним ничего не видно да только пучок волос шейка а потом начинается пучок волос волос волнистый также следующий пучок волос перед лицом точно также здесь сзади кудрявый пучок волос а внутри ничего не видно то есть только волосы будут я поэтому внутри затираю потому что внутри и буду только волосы а 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 и поясок а 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 Внутри пояска тоже я ничего не вижу. Руан, ты одел девушку? Так, не успела Руан, очень быстро. Посмотрите, я делаю поясок, да, чтобы красиво было. Подальше Руан, подальше, 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 еще повыше, повыше. Да, делай поясок, да, волосы. Также, посмотрите, волосы вот сзади, получается, со стороны уже другой щеки точно так же волосы вьются, да, то есть там сзади. Точно так же, да, очень миленькая, да, очень хорошенькая. Здесь, Лизонька, можно чуть-чуть сверху покруглее, вот чуть-чуть, чуть-чуть вот так покруглее, чтобы немножко попышнее было, да. От подбородка, посмотрите, сзади тоже идут волосы, их тоже видно. От подбородка сзади тоже волосы идут. Я делаю еще одну. Как бы снизу, это у нас петелька и точечки, ну, узор, потому что все-таки, да, это большая детализация, поэтому я еще узор добавляю. Там, по крайней мере, в оригинале есть это. Итак, час 01, мы пока на этом остановимся, у нас осталась только мышка. Это очень-очень сложная задача, но вы очень хорошо справились в первый раз, так вообще большие-большие молодцы. Большие-большие молодцы. Посмотрите, пожалуйста. Давай. Да, очень-какая нежная-нежная девочка. Отлично. Чуть повыше. Эй, не успела. Поближе. Да, платьюшка, немножко, смотри, коленки, чтобы коленка, видишь, она идет от торса прямо, да. Если ты, Аинь, прочертишь коленку прямо, то тогда при более прямой линии будет, у тебя получится, что немножко выше, выше позиция одежды, да. То есть, немножечко повыше закругли, чтобы позиция одежды была чуть-чуть повыше. Итак, у нас очень-очень много деталей. Вы можете видеть очень много деталей. То есть, девочка у нас в красивом, шелковом, лоснящемся платье. Да, я бы еще немножко выше сделала, вот так. Вот прям поставь карандаш и вот так прочерти, и у тебя тогда сразу коленка встанет. То есть, здесь смотри, Аинь, вертикаль есть, у коленки есть вертикаль, да, вот тут вот прям вертикаль. Давайте я сейчас сделаю далеко, чтобы вы посмотрели, как это смотрится издалека, да, в целом вся работа. Итак, вот так смотрится, то есть, мы еще низ пока не делали, у нас осталась мышка и низ. Уже очень нежно, да, очень нежно, девочка, очень нежная работа, хочет как-то взаимодействовать с мышкой. Мы на этом остановимся, у нас остались крылья, мышка и низ. Мы на следующем уроке продолжим, на следующем уроке продолжим и перейдем в цвет. Я на этом стоп нажимаю.